травянистый пион вот так я его сохраняю до посадки в открытый гунт грунт в мае берется емкость на донышке просверливаются несколько отверстий для тока воды грунт я покупаю специальный в магазине в данном случае это грунт для роз значит он уже содержит и песок и вермикулит грунт легкий значит для удобства пересадки в емкость укладывается полиэтиленовый пакетик в котором есть пару дырочек небольших потом при пересадке удобно вынуть из емкости пакет содержимым естественно сажая в ямку в грунте вы этот пакет убираете разрываете выбрасываете ну а такая система позволяет сохранить вновь образованные корешки белые которые являются всасывающими и очень хрупкие при пересадке они повреждаются поэтому вот такая конструкция с кульком удобно вот мы видим у пиона пробудившиеся почки я их под землю не закапывала вот они остались на поверхности предварительно перед посадкой я обрезала все сгнившие корешки удалила их срезы обновила у толстых корней до белого состояния там где были червоточины я их срезала вымочила фитоспорине чайная ложка на литр воды более концентрированный раствор чем обычно около часа у меня по времени получилось можно больше вот за неимением золы срезы я обработала растолченным активированным углем чтоб не было бактериальных инфекций и посадила остатка раствором фитоспорина я пролила землю излишки вытекают там потихоньку застоя не будет значит сейчас на улице в районе 10 градусов еще обещают похолодание а условия успешного выращивания пионов вот когда весной вы их покупаете они в магазинах в сухом и теплом помещении лежат у них вот эти сасывалка сасывающие корешки не образуются им нужен холод значит либо в холодильник их укладывают но мне как-то жалко уже середина апреля укладывать в холодильник я поставила на светлый балкон ну и здесь довольно таки прохладно сегодня утром было около 3 градусов на улице то здесь может быть было градусов 5-7 вот то есть еще достаточно прохладные температуры и светло я прикрываю эту конструкцию кулечком вот и накрываю вот так вот крышечкой падает отверстие там есть отверстие будет то есть она не запарится буду периодически проверять и надеяться что все сделала правильно и в мае уже смогу посадить этот пион у себя на даче всем спасибо